Собственными руками ковал свою победу и житель Иркутска. Автомобиль, а точнее концепт-кар он создавал более года, используя запчасти японских, немецких и не только машин. Результаты эксклюзивного тюнинга знаменитой Победы на дороге оценили сразу. Репортаж Антона Артемьева. Единственное продолжение знаменитого послевоенного автомобиля российский концепт-кар с авторским названием Победа 3000 RS удивляет, даже шокирует участников автомобильного движения. Так что владельцу эксклюзивной машины на дороге не проехать незамеченным. Много спрашивают, то есть чуть ли не подрезают, останавливают и через форточки кричат, и припарковаться невозможно. То есть в некоторых случаях, когда торопишься или дела, немного даже управляет. Пять лет назад Евгений Митлик решил усовершенствовать свою первую малолитражку, однако не думал, что тюнинг настолько увлечет и приведет к автомобилестроению. Свою победу Евгений собрал за год на основе японской машины и еще не закончил. Весной планирует провести покраску. Машина должна быть гранатовой или рубиновой, хромировать некоторые детали и настроить двигатель. Двигатель окончательно не настроен, но 380 лошадиных сил есть. То есть после установки компьютера, после более тонкой настройки, соответственно, будет около 450. Вдохновением стал австралийский автомобиль в основе физическое воплощение капли воды. Стилистикой ретро в современной оснастке и высокие технические возможности – вот что должно было отразиться в проекте обновленной победы. В стеклопластиковом корпусе этого автомобиля немецкие и японские запчасти и не только автомобильные. Лучок бензобака, фонари задние – все это от мотоцикла. Шильдик, дверные ручки – это все от крауна. Литье с Японии везлись в американском стиле. Приборная панель трехлитровой победы показывает ряд дополнительных характеристик, чтобы автомобилист четко понимал, что происходит под капотом эксклюзивной модели. Еще требуется внимательное наблюдение за этой машиной. По словам мастера, тестирование концепт-кара будет закончено через три месяца. Это второй концепт-кар Евгения Митлика. Готовится и третья модель. Она на базе москвича в планах мастера и другие машины. Антон Арсимов, Дмитрий Лавриненко, Иркутск. Специально для НТВ.